Азербайджанцы совершали Массовые преступления в населенных пунктах Арцаха Новые факты Мы и наши топонимы Забытые страницы истории Армянский легион Произведения комитаса внесены в реестр Память мира ЮНЕСКО Арцахский спортсмен завоевывает ринг Церковь Бердзора превратится в мечеть 27 января 2024 года В Ереванском офисе Республики Западная Армения Председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян встретился с вынужденными переселенцами из Арцаха Некоторые арцахцы уже передали Ереванскому офису Западной Армении Свои заявления в Европарламент На встрече присутствовали более 60 армян Арцаха Уполномочивающие Арменака Абрамяна Представлять их интересы в Европейском суде по правам человека Господин Абрамян представил подробности о исках в Европейский суд И их в дальнейшем ходе сообщив К данной борьбе ведущейся против властей Баку Также могут присоединиться все вынужденные перемещенные лица из Арцаха в 2023 году На встрече выступил также президент земляческого союза Шуши Ашот Арутюнян Который рассказал о создании союза и его проблемах и выдвинул три предложения Создать при посредничестве Франции в Ереване учебное заведение Например, имени Мисака Манущана Где будут учиться дети из Арцаха И будут созданы рабочие места для вынужденных переселенцев из Арцаха Создать компактное сообщество для вынужденных переселенцев из Шуши Подобно общении Шуши Другие арцахцы, перемещенные из Арцаха Также создадут свои земляческие союзы Затем последовали вопросы и ответы на которых жители Арцаха подняли волнующие их вопросы Господин Абрамян ответил на все вопросы Было решено создать исполнительный орган Который будет регулировать вопросы вынужденных переселенцев из Арцаха Жители Арцаха решили организовывать встречи регулярно Предоставив контакты для обратной связи Организация журналисты за права человека После 19 и 20 сентября 2023 года провела встречи и телефонные беседы Со многими насильственно перемещенными гражданами Арцаха Которые свидетельствовали, что азербайджанцы не только вторглись в армянские населенные пункты Но также подвергали жителей Степанакерта избиениям и насилию Даже совершали убийства Психологическая атмосфера страха и давления царила в городах и селах Арцаха На пути миграции в Армении Жительница Чартара Марта Саакям в беседе с журналистами сообщила Я и мои трое детей с большим трудом покинули родной Чартар На дорогах были вооруженные азербайджанцы, которые создавали атмосферу страха Камо Балаям был избит азербайджанскими военными по пути из Чартара в Степанакерта После 19 сентября на этом пути азербайджанская сторона установила два контрольно-пропускных пункта Камо Балаям приводит ужасный эпизод действий азербайджанских вооруженных военнослужащих Надо мной издевались, бросали на землю и в течение пяти минут избивали ногами Описанными случаями должны были заниматься правоохранительные органы И даже если предположить, что данные люди лгут, сообщаемую ими информацию нужно было проверить Однако ни одного из собеседников следственные органы Восточной Армении не пригласили для отдачи показаний Что они видели, слышали и сгжили Армянские топонимы, такие как армянские исторические памятники, армянские рукописи и книги являются одними из самых священных реликвий, унаследованных армянским народом Армянские топонимы являются ценной составляющей культурного наследия армянского народа Значительная часть которого находится на территории Западной Армении, оккупированной турками В хронологическом плане армянские топонимы упоминаются, начиная с клинописного периода и доходят до наших дней Они упоминаются в урарский период в средние века Агравакар, крепость Воспуракане, Великой Армении Агартин, монастырь в мире Гугарг, Великой Армении Деревня Анзак, проминция Иван, Западная Армения Как зван город в Карской области Историческая Армения, расположенная в регионах соприкосновения Востока и Запада Много раз подвергалась завоеваниям чужеземцев Во время каждого вторжения менялись названия, часто давая произволе названия топонимам армянского мира В результате чего на территории Армении возникло более 10 слоев топонимов Армянский, Айасский, Урадский Телеканал Вестер Армения ТВ сторонник и защитник армянского языка Вашему вниманию представляем рубрику «Мы и наши топонимы», где осветим армянские топонимы, которые искажались на протяжении веков Представители стран Антанты на основании соглашения, подписанного в Лондоне между Сайксом Пикко и Погосом Нубаром, главой армянской национальной делегации В обмен на участие армянского легиона батальона, действующего под командованием французских офицеров французской армии против Османской империи Армяне Килики должны были получить независимость, обещанную Францией В письме, написанном в 1915 году Микаэлу Варандяну, армянскому политику и историку, родившемуся в провинции Шуши, Погос Нубар выразил надежду Эти добровольцы, сражающиеся на стороне Антанты, могут дать нам право заявить о себе, когда придет время выразить наши законные и скромные требования Ряды бойцов, которых армяне называли просто добровольцами, впоследствии пополнили многие отважные участники героической битвы у Муссолера Укрывшись в порт Саиде Египта, куда были переправлены в общей сложности 4083 выживших защитника Вышеупомянутый батальон Восточный регион провел особо значимые бедоносные операции на Ближнем Восточном фронте Под Аданой в Западной Армении, под Арарой у деревни Рафат на неприступной цепи холмов Палестина За храбрость, проявленную во время кровопролитного и безумного сражения под Арарой, французским командованием 25 армянских солдат были награждены боевым крестом В четвертом батальоне, созданном Бейрутии, в 1918 году было 5000 армянских бойцов В Османской империи более 300 тысяч армянских солдат, проживавших в Западной Армении, после службы были убиты в трудовых батальонах Отметим, после того, как некоторое время он назывался Восточным регионом, с 1 февраля 1919 года он был переименован в Армянский легион И был расформирован 1 сентября 1920 года После публикации специального декрета члены этого отряда могли по новому контракту поступить на службу в иностранный легион французской армии, который существует и по сей день Более 50 тысяч армян, призванных в армию Франции, Англии и США во время Первой мировой войны вошли в историю благодаря своей храбрости и мужеству Они, как и Айказуны, и их потомки, воевавшие в армии других стран, все еще ждут, когда некоторые страницы истории будут исправлены Единогласным решением Исполнительного совета ЮНЕСКО произведения великого армянского композитора Комитаса внесены в Международный реестр «Память мира» Об этом на пресс-конференции заявил директор Музея Института Комитаса Николай Костандян Событие совпало с 9-летием Музея Института Комитаса, отметив, что это событие совпало с 9-летием со дня основания Музея Института Комитаса Регистрация произведения Комитаса в Международном реестре ЮНЕСКО обязывает Это стало возможным благодаря 7-8 годам напряженной работы и сотрудничеству Музея Министерства образования, науки, культуры и спорта Министерства иностранных дел Армении В свою очередь Жанна Андреасян заявила, что подобные процессы требуют длительной и последовательной работы с участием различных ведомств Надеюсь, что это будет для нас хорошей возможностью переоценить и осмыслить наше наследие Спортсмены, представляющие Федерацию смешанных единоборств Армении, приняли участие в турнирах, организованных в Тбилиси Республику Армении представляли три спортсмена В профессиональных боях приняли участие Артем Закиян 61,2 кг, Артем Арутинян 93 кг и Давид Хачатурян из Арцаха 73 кг Давид Хачатурян доказал свое превосходство в захватывающем поединке, проведенном в турнире организации И благодаря тактическому мастерству победил Георгия Кирвалидзе 74,5 кг Эта победа еще раз подчеркивает выдающееся мастерство наших спортсменов Стали доступны доказательства очередного проявления политики богов по уничтожению армянского наследия на государственном уровне Видео, опубликованные в социальных сетях, подтвердили возникшие в 2021 году обоснованные подозрения по поводу превращения церкви Су-Арутюмбердзори в мечеть Сейчас церковь окружена заграждениями, а на территории ведутся строительные работы Из опубликованного проекта понятно, что церковь будет преобразована в мечеть с двумя минаретами И в завершении новостей послушаем песню «О Рим, О Рим» в исполнении Рипсимет Нагапитян Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!